На Багучанской ГЭС запустили очередной гидроагрегат. Третий по счёту. Это событие совпало с 25-летием перекрытия Ангары. Когда и на сколько возрастёт выработка электроэнергии в крае, и когда достроят основного её потребителя, алюминиевый завод? Расскажем далее. Багучанская ГЭС. Исторический момент. Запуск третьего гидроагрегата. На символическую красную кнопку нажимают представители двух компаний. «Русгидро» и «Русала». Компании, которые строили эту станцию. Одну из самых крупных в стране. С мощностью в 3000 мегаватт. В машинном зале руководство компании «Ветераны». Те, кто в разные годы работал на строительстве. Возводить ГЭС начинали ещё в СССР. Строили больше 30 лет. В октябре этого года четверть века со дня перекрытия Ангары. Многие сотрудники, так и не дождавшись окончания строительства, уходили на пенсию. Приятно, что быстро построили. Относительно быстро. Я имею в виду 2006 года. Она ещё достаточно быстро. Конечно, очень приятно, что не зря. 15 лет проработано здесь. В день запуска третьего гидроагрегата чествуют лучших гидростроителей и показывают, как всё начиналось. А после констатируют, строительство ГЭС практически завершено. До конца года запустят ещё три гидроагрегата. Четвёртый, пятый и шестой. Последние три. Седьмой, восьмой и девятый. В первом полугодии 2013 года. Эффект отпуска станции ждать себя долго не заставит. По прогнозам, за четыре года выработка электроэнергии в регионе возрастёт более чем на 40%. Я считаю, что чем больше энергии в Сибири и в целом в России, тем цена будет дешевле, тем более будет выгодно развивать нашу промышленность, тем богаче станет наша страна и наше население. Поэтому всегда избыточные предложения давят вниз на цену. Это всегда эффективно. Однако более половины энергии ГЭС пойдёт не населению, а алюминиевому заводу. Его строят в Богучанском районе. Первый металл должны получить уже в следующем году. Энергетики не скрывают, запуск завода не менее важен, чем запуск самой станции. Без основного потребителя вести электричество в Красноярск или в сторону Иркутска просто невыгодно. Завод важен для станции. Станция важна для завода. Ни тот, ни другой объект сам по себе не существует, потому что не мог бы существовать, потому что либо некуда было бы выдавать эту мощность, либо завод бы не мог бы существовать, если бы не было этой мощности. ГЭС и алюминиевый завод – большое богучанское энергометаллургическое объединение. Яркий пример удачного частного государственного партнёрства. Строительство финансируется 50 на 50 госкомпании «Русгидро» и частной компанией «Русал». В итоге же этот проект на сегодняшний день самый важный для развития всего Нижнего Приангарья. Строительство богучанской ГЭС можно считать завершённым, а вот реализация программы развития Нижнего Приангарья в целом лишь в самом начале. Но создана главная энергетическая база, которая в свою очередь позволит реализовать строительство богучанского алюминиевого завода, целлюлозобумажного комбината и других промышленных предприятий в этом регионе. Ольга Дегтярёва, Андрей Шалаков. Новости. Основной потребитель богучанской ГЭС, богучанский алюминиевый завод, начнёт работать уже в следующем году. Все 67 объектов первого пускового комплекса предприятия будут готовы к весне. На полную мощность первая очередь завода выйдет к декабрю. В планах производство 147 тысяч тонн алюминия в год. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора «Русала» Владислав Соловьёв. Он отметил, что пуск предприятия станет важным событием не только для компаний и будущих работников завода. Появится более 3000 рабочих мест. Но и для жителей Нижнего Приангария в целом. Всего по завершении строительства БОАС сможет производить 588 тысяч тонн алюминия в год. Это фактически развитие вот этого участка, Нижнего Приангария. То есть вы видите, что, собственно, он из себя представлял и представляет. Поэтому мы очень надеемся, что через несколько лет, приехав сюда, вы увидите город Кодинск преображен, поселок Таёжный, который будет постепенно, я думаю, превратиться в город, социальный объект. То есть все это будет происходить.